Всем привет, ребятки, с вами Флэш, это обзор июльского обновления. Итак, поехали. После выхода прошлого крупного обновления до сих пор идет правка боевого баланса. Время до взрыва у гранаты F1 уменьшили с 3 секунд до 2,5. Разработчики посчитали, что в большинстве случаев от гранат слишком легко уклоняться. У винтовки М39 увеличили скорострельность и изменили отдачу. Также разработчики заметили, что пули для дробовика зеленка использовались достаточно редко, поэтому они уменьшили падение урона с расстоянием, чтобы любители дробовиков могли их использовать на средней дистанции и имели шансы. Исправили старую проблему с моделями оружия, теперь все оружие должно ощущаться намного быстрее. Ламалав или ламалов, смотря как удовлетворение поставить, многое меняется от этого ламалов, все поломал. В этом месяце хорошенько поработал над оптимизацией загрузки. Какие-то процессы теперь будут загружаться параллельно, какие-то будут идти в фоновом режиме, что естественно ускорит время загрузки. А также игра больше не будет выгружать ассеты монументов при запуске на компьютере с 16 гигабайтами оперативки и больше. Это позволит гораздо быстрее переключаться между серверами. При этом это можно все отключить, чтобы ассеты все-таки выгружались. Вот есть команда, достаточно поставить значение true. Алекс говорит, что в этом месяце закончил оставшиеся новые звуки выстрелов, включая и звуки с глушителем. Но при этом он хочет сделать еще один раунд до настройки звуков, может быть в следующем месяце, может чуть позже. Будут учтены некоторые новые отзывы, которые разработчики уже получили, но все-таки он хочет дать немножко времени, чтобы, так сказать, уши людей привыкли к новым звукам. Улучшение общего качества жизни в картинках. Добавлено перекрестие при использовании баллончика. Теперь можно мутить и репортить игроков из списка контактов в инвентаре. Почтовый ящик, барбекю, средняя батарея и ветрогенератор теперь при установке по умолчанию обращены к игроку. Теперь можно класть фотографии, сделанные при помощи фотоаппарата в почтовые ящики. Представляю, что можно туда накидать, если отключена цензура. Обновлена анимация бездействия игрока в инвентаре. Там ничего особенного, просто немножко покачивает головой. Отбойный молоток теперь на руде будет всегда попадать в точку без тапов. Жизнь администраторов немного упростится, потому что теперь они смогут легко просматривать весь абсолютно пользовательский контент на сервере. Это включает в себя все нарисованные вывески, картины, даже аудиоконтент на кассетах, резные тыквы, неоновые вывески и так далее. Теперь админ с легкостью может проверить все творчество игрока, наказать виновных и при этом сразу же удалить запрещенный контент. Прям из меню, не надо прям лететь конкретно куда-то что-то удалять. Это конечно очень удобно. В этом месяце добавили новый тип отчета от простых игроков о неприемлемом оскорбительном содержании. Если вы его выбираете, то сразу же автоматически включается скриншот, что поможет админам быстрее разобраться в ситуации. Карта Хэппис после возвращения в прошлом месяце дорабатывается. В этом обновлении туда добавили три новых монумента, два из них в пустынном биоме, один в арктическом. Также исправили ряд проблем, например ягодные кусты не спавнились или дорожные знаки были слишком редкими и так далее. Эти изменения для владельцев серверов добавили две новые команды. Это позволит всем владельцев серверов, ванильных и модифицированных, загружать все исправления без необходимости их перезапуска. А также упростить разработку модов гармонии. Такое название красивое. Harmony Mods. Это интересные изменения. Теперь мы используем функцию фильтрации чата Steam, чтобы скрыть ненормативную лексику и оскорбления в чате и других текстовых сообщениях, которыми игроки могут поделиться в игре. Фильтрация применяется к клиенту и может быть настроена в настройках вашей учетной записи Steam. Если вы не изменяли эти настройки раньше, фильтрация уже будет включена. Для создателей контентов в этом месяце было добавлено несколько новых команд отладки камеры. Думаю, кто этим занимается, будет очень рад. Тут добавили возможность отладки использовать физические свойства камеры. Тут список всех новых команд каких-то. Помимо этого еще добавили пользовательский интерфейс информации о камере. Тут вот какие-то, не знаю, параметры. В общем, кто в этом разбирается, думаю, просто кайфанет. Также порадовали и создатели карт. Самое большое изменение то, что добавили при фабе каких-то тайловых кубов. На данный момент текущая коллекция включает в себя более 60 кубов таких материалов, например, как кирпич, дерево, металл, бетон, гипс, ткань и многое другое. Вот на этом скриншоте они все представлены. Лед. Очень много. Каждый куб можно масштабировать, поворачивать, размещать где угодно. При этом сохраняется локальное мозаичное расположение текстуры. Разработчики с нетерпением ждут, когда создатели карт смогут творчески использовать все эти новшества и надеются продолжать дальше расширение этой коллекции. В конце, как всегда, ченжлок из интересного. Увеличили количество спреев на игрока, было по умолчанию 25, теперь стало 40. Добавили звуки взаимодействия с маленькими ящиками лута, например, с едой, медициной и так далее. Факел исчезает, то есть диспавнится теперь через 30 секунд. Соответственно, рюкзаки теперь диспавнятся тоже 30 секунд, в которых лежит только камень и факел. Ну и ряд фиксов из интересного. Дымовые гранаты теперь работают корректно при виде от первого лица. Лошади теперь корректно взаимодействуют с лифтами. Ой, вот это вот важный эксплойт, если тот, о котором я думаю. Исправленный эксплойт, связанный с изменением качества воды. А правильно понимаю, это когда летишь на коптеры, там биндишь на какую-то клавишу, у тебя постоянно меняется качество воды, и ты, грубо говоря, на доле секунды видишь все, что под водой. Все подводные лодки, там все, кто плавает, ну в общем все видно. Исправлен эксплойт кражи с витрин, ну вот эти обменные магазинные витрины, кто слалкивался, напишите, интересно, как он работал. Исправлена возможность стрелять через коллайдер армированного стекла. На этом, в принципе, все, ребятки, не такой уж и большой дивблок, по большей части оптимизация, правка баланса и исправление. Еще раз напоминаю, что у меня есть свой мирный сервер, где вы сможете спокойно поиграть у рас, вас никто не убьет и не зарейдит без вашего согласия. Там уже сформировалось свое уникальное комьюнити, совершенно уникальная атмосфера. Там люди занимаются тем, что в обычном расе вы, в принципе, ничего не сможете сделать. В общем, кто устал от обычного раса, заходите, все ссылки всегда есть в описании под видео. С вами был Флэш, как всегда увидимся с вами в следующем видео.